Коммунистическая партия, советское государство, многое делают по совершенствованию обучения, воспитания и досуга детей. Михаил Горбачёв Это комната первичная. Тут когда поступят мальчики или девочки, они сюда остановятся или когда наказаны. Я сижу вот здесь. Здесь сидит Саша, мальчик, здесь Игорь. Дети попадают сюда по разным поводам. Меня забрали, когда мамки еще дома не было. Сказали вещи собрать, мы взяли чемодан, портфель и кулек. Какой кулек? Целлофановый кулек. Встретил директора там в коридоре. Он говорит, что тебя отпустил? Ну, говорю, отпустили меня воды попить. У него там на цепочке ключи есть. Ну, давай цепочкой бить. За что он бьет? Он, по-моему, никакого права не имеет на это. И часто он бьет учеников? Да, бывает. Он в основном в коридорах дает за трещины. Ну, там же такие пластмассовые дубины из колчуга. И вот как в его смену поймают, он от силы час бьет этими палками. Я родилась в Сочи. У нас там бабушка была, мамина мама. И у нее двухэтажный дом есть. Ну, его запечатала милиция, и нас туда не пустили. Бабушка разбилась в катастрофе. Это двухэтажный дом, это собственные бабушки. Она хотела нас оформить на ее дом, но не оформила нас. И ждут разные дороги. Сказали, что если родители не приедут, нас отправят в детдом. Представь себе, что тебя сейчас смотрят очень много людей. Что бы ты хотел сказать им всем? Я бы сказала, например, чтобы сюда никто не попадал, а то здесь очень плохо. Я бы хотела сказать, чтобы поскорее у всех детей пришли родители и никогда не пили, не курили. Я тоже хотела бы сказать, чтобы родители никогда не обижали своих детей, чтобы они не уходили из домов, и чтобы всегда жили мирно и дружно. Вот тут сейчас я познакомился с другом, с Юрой. Вот его мать теперь нету, она умерла, а отец бросил его. Ну, тоже. Их ворожь, ну, лишили родительских прав. И теперь я с отцом поговорил, чтобы взять его к нам в семью, и отец согласился. Когда меня забезут куда-нибудь, или домой, или куда. Болезни общества отражаются на детях, в самом бесправном классе. Мы видим, когда вот на эту горку залазим, немного видим синее море, а так мы не видим, тут большинство деревьев. Ты могла бы сбежать, если бы захотела? Если бы я захотела, я бы не сбежала, потому что я все равно надеюсь, что когда-нибудь приедет мама с папой. И убегать отсюда бессмысленно. Все равно тебя поймают и обратно сюда привезут. Кто не считает по-другому? Я считаю, не каждому это грозит, что его вернут. Например, я, если я убегу, за мной назад не вернутся. Потому что я бессуточник, меня посадили до приезда родителей. Конечно, я думаю, если кто захочет сбежать, конечно, очень просто это сбежать. Пойти на работу, пойти на работу, обманут, ну, пойти выйти, за мусор выкидывать. И можно сбежать, потому что мусор выкидывать за забором. И я думаю, все равно лучше не сбегать, потому что все равно тебя вернут. А если даже тебя не найдут, все равно бы смысленно ходить по свету. Так вот, одни.